Следим за себестоимостью продукции. Это новая глава книги о том, как открыть пекарню. Глава важная. Почему? Потому что на ней, на самом деле, многие люди спотыкались. Особенно новички в бизнес-пекарен. Типовая ситуация, простая. Открыли пекарню, установили цены, дальше работаем, прибыль падает. Выручки одни и те же, затраты на фонд оплаты труда, переменные, все то же самое. Но прибыль падает. Начинаем смотреть, полезли вверх сырьевые затраты. Соворовали. Вроде как, можно подумать. Начинаем разбираться. Нет, никто не воровал. Полезли в накладные и увидели, что цены поменялись. Цены поменялись, и это может произойти. Почему? Действительно, просто все поставщики подняли цены. Вот сейчас у нас период, когда цены на сахар, на масло очень здорово подросли. Из-за этого поменялась и себестоимость продукции. Либо, может быть, сезонное поднятие цен. То есть, они варьируются периодически от сезона к сезону. Например, грибы. Сегодня 210 рублей, завтра 110, послезавтра 350. И понятно, что 110 и 350 – это просто кардинальные разные цены на сырье, которые повлияют на сырьевую себестоимость. Может, поставщик первые две партии подмаслил вас, сделал дешевые цены. И на третье, когда вы уже потеряли бдительность, цены полезли вверх, а вы не понимаете, что происходит. То есть, мы, в принципе, с вами уже затронули. Бывает просто повышение цен, бывает сезонное повышение цен, бывают игрушки разные от поставщиков. Вот уже три пункта мы с вами обозначили, почему цена на сырье может поменяться. Что у нас еще может произойти? Что может повлиять на сырьевую себестоимость продукции? Перевес продукции. Вроде как, это не сырье, это не соблюдение технологического процесса, скажете вы. И я соглашусь, все верно. Но бывали и в моей практике такие ситуации, когда пицца у нас должна 200 грамм быть, приезжаем, она реально 400 грамм. То есть, берем, взвешиваем заготовку, она 400 грамм, в два раза больше. И мы говорим, что это неправильно, надо приводить ее в соответствие. Но партнер говорит, нет, так вкуснее. Должно быть 400 грамм, клиенту нравится. Если мы сейчас поменяем обратно, клиент уйдет. Я говорю, хорошо. Но если мы принимаем вот новую висовку за стандарт, тогда получается у нас очень здорово подросла сырьевая себестоимость. И нам нужно пересмотреть финальную цену. И вот на этом примере про пиццу. Если я правильно помню цены того времени, у нас себестоимость была 20 рублей, розница 50 рублей. Поскольку у нас в два раза выросла весовка, и весовка выросла не за счет теста, а за счет начинки, которая еще дороже, то фактически мы за что делали пиццу, за то и продавали. А при учете электрики, аренды, персонала, мы эту пиццу продавали в минус. Нужна ли вам такая история? Мне кажется, абсолютно нет. Поэтому за ценами нужно обязательно следить. Это, скажем так, наиболее простые вещи, которые можно отслеживать путем сравнения накладных, либо перевесом ваших полуфабрикатов. Бывают более сложные вещи, например, потери при замесе, потери при упеке. Здесь либо вам справочники помогут, либо вы смотрите изначально все по весу брута, то есть сколько засыпали, поделили на количество заготовок. Бывают еще такие сложные моменты, как обрезки, связанные с сезонностью. Условно говоря, картофель. Летом кожура более тонкая, более плотная, чистится хорошо, у вас небольшие потери. Зимой картофель более рискокоженный, вам приходится чищать больше, и если летом у вас килограмма картофеля получалось, 950 грамм, условно говоря, чистого картофеля, то зимой у вас может соотношение поменяться, и будет 750 на 250 потерь. Вот эти сложные моменты, на которые тоже нужно обращать внимание, если вы работаете с таким сырьем. Если мы упомянули обрезки, но это фактически обрезки, то следует, наверное, вспомнить и про некоторые виды продукции. Если, например, в сдобе мы замешали там 10 килограмм теста, и все 10 килограмм теста пойдут в каждое изделие, то бывают, например, слоеные изделия, когда вы замешали 10 килограмм теста, и еще пока вы все обровняли, чтобы были ровные круассаны, у вас еще где-то килограмм потерялось. То вот здесь тоже стоит брать в расчет именно цену брута на замес, и желательно усреднить, взять замесов 10, и посмотреть общую картину по 10 замесам, потому что в одном замесе вы, не знаю, удачно раскатали пласт теста, в другом менее удачно, и у вас там было больше обрезков. Хотя вы тоже можете здесь обыграть, например, есть краффины такие, ну, это отвлеченная тема. Что такое краффин? Это маффин, сделанный из обрезков слоеного теста. То есть это тоже можно учитывать, но это все считается и пересчитывается. Два кейса немного вам хочу рассказать, связанные с себестоимостью продукции, и что с ней делать, если она поменялась. Первый кейс связан тоже с упеком, с ужаркой точнее, грибов. Есть у меня знакомый, собственник пекарен, который покупает специально немного подсушенные шампиньоны. Почему? Потому что свежие шампиньоны, много влаги, и когда их жаришь, то влага испаряется. Берешь подсушенные шампиньоны, немного уже жаришь, влаги меньше испаряется. Цена чуть ниже, как оказывается, а выхода даже больше. При дорогих позициях это интересный момент, это нужно учитывать. Берите на вооружение. Что делать, если у вас поменялась цена? Вы держали руку на пульсе, смотрели накладные, проверяли все и выявили, что действительно себестоимость продукции увеличивается. Несколько вариантов. Самое простое – увеличить цену. Для многих это психологически сложно. Но, друзья, давайте так. Если это не сезонное повышение цен, а на постоянку, то вам в любом случае придется поменять цены. Вариант второй – вы можете вывести эту продукцию из ассортимента. Зачем вам продавать в убыток? Либо вы можете скомбинировать. Вы можете убрать продукцию из ассортимента, ввести этот продукт под новым названием, под новой формовкой и повысить цены. Новый продукт, новая цена – все нормально, все логично. С ценами достаточно тяжело именно с точки зрения психологии. Моя рекомендация – отрешитесь, пожалуйста, немного от ваших предрассудков. Действительно, они играют не очень хорошую службу. Вы выбрали себе политику ценообразования, вот она должна быть такая. Вы ее и придерживаетесь. Любые уступки своим предрассудкам в итоге вы увидите прибыль в конечной цифре. И она будет уменьшаться. если вы будете постоянно жертвовать сырьевой себестоимостью и уменьшать свою маржу. Здесь выбор за вами. Если, конечно, вы меценаты и открывали бизнес для того, чтобы помогать другим, но это одна история. Если вы открывали бизнес для того, чтобы зарабатывать деньги и вы не хотите просаживаться ниже какой-то планки, значит, следите постоянно за себестоимостью и реагируете либо ценой, либо какими-то ходами, например, которые были описаны раньше. Вы в виде ассортимента, в виде в новой формовке, в новой висцовке с новым названием. Надеюсь, видео вам понравилось, оно для вас будет полезное, либо было полезное. И вы с удовольствием поставите лайк, откомментируйте, подпишитесь на канал. Спасибо большое за внимание и до новых встреч. Пока!